Есть у меня такая традиция, каждый раз, когда я приезжаю в Ташкент, то в первый же день я еду в корейский ресторан. В эфире Наталья Тэм, и снова я из Ташкента, но в этот раз будет не проузбекскую еду. В Ташкенте есть много корейских ресторанов, есть с южнокорейской кухней, есть с кухней нашей Коресарам, есть рестораны со смешанным меню, но есть одно место, которое я особенно люблю. Из этого места меня никогда не отпускают без кучи пакетов с едой. Почему именно это место? По нескольким причинам. Это самый старый корейский ресторан в Ташкенте. Ему уже почти 40 лет. То есть хозяйка, которую я называю тетя Надя, и не только я, открыла этот ресторан еще в советское время. И на сегодняшний день здесь готовят традиционную корейскую кухню, такую, как готовила моя бабушка. Традиционную именно для советских корейцев, которая кардинально отличается от кухни Южной Кореи. Но я-то выросла на этой кухне, и своих гостей я вожу в этот ресторан, чтобы они попробовали именно эту кухню. Вы тоже с ней знакомы на самом деле, потому что, ну, каждый из вас знает, что такое корейская морковка, кимчи или множество других салатов, которые, ну, точно вы хоть раз в жизни, но пробовали. Вторая причина, потому что здесь невероятно добрая сердечная хозяйка. К сожалению, она, ну, отказалась сниматься в ролике. Я вам скажу так, на самом деле в Узбекистане, вот если люди работают в сфере туризма, они, конечно же, охотно соглашаются участвовать в съемках и в роликах. А если люди далеки от туризма, то им это не надо, они стесняются, и я всегда уважаю чужие решения. Когда я первый раз пришла в этот ресторан, я хотела познакомиться с хозяйкой и спросила, а как вас зовут? Она говорит, тетя Надя. Я говорю, как тетя Надя? А имя, отчество? Она говорит, тетя Надя. И так она у меня в записной книжке, в телефонной, и записана. Тетя Надя. И потом я уже увидела, что так ее называют даже сотрудники, официанты, менеджеры ресторана, бармены. Сейчас я пойду в гости к тетя Наде и покажу вам корейские блюда, и расскажу немножечко, что из чего состоит, как это есть и так далее. Надеюсь, вам будет интересно. Если вам не нужны пафосные, шикарные, дорогущие рестораны, если вам важнее аутентичность национальной кухни, и вы хотите попробовать именно настоящие блюда, то вам точно сюда. Я уверена, что любой ташкенец, который любит корейскую кухню, знает об этом месте. Начнем с кукси. Лапша в бульоне с добавками из мяса и овощей. На канале уже были видео про кукси и даже рецепт. Вы же их смотрели? Кукси мы едим вилкой, хотя на самом деле все освоили уже палочки. Чем отличаются корейские палочки от других, я расскажу в следующих выпусках. Сладкие рисовые круглые лепешки чимпенни едят как хлеб. Они присутствуют на каждом праздничном столе. Кровяная колбаса с рисом сюнде. Едят обычно в горячем виде и со специальным острым соусом. Чимчи. Да-да, именно так мы называем острую квашеную капусту. Чем отличаются кимчи и чимчи, я тоже расскажу в новых видео. Теренгуби. Жареные рисовые блинчики, скрученные в рулетике. Мегича или салат из морской капусты. А ведь в Узбекистане нет морской капусты. Косарича или салат из папоротник. Папоротник тоже не растет в Узбекистане. Пигоди крахмальные. Поровые пирожки из крахмального теста. Видите, какие они прозрачные? А это рисовые пигоди. Для них используется рисовая мука. А вот так делают классические пигоди из дрожжевого пшеничного теста. Мне удалось снять в тот день, как их лепят и готовят для банкета. Как видите, пигоди варят в мантышнице. Между прочим, повар ресторана Корё не кореянка и не узбечка, а русская. Свои ее любовно называют пышка. Это ее золотые ручки, вы видите. А лепят пигоди, обратите внимание, как узбекские манты. Не так, как это делают в Корее. Чартыги. Это одно из любимых лакомств детворы. Маленькие кусочки из липкого риса, обваленные в присыпке из фасоли. Они сладкие и очень вкусные. Я их обожаю. Ну вот такое совсем маленькое путешествие в Корею может у вас состояться, если вы приехали в Ташкент. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых роликах. Путешествуйте со вкусом и в хорошей компании. До встречи на этом канале и в рекомендациях YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok